Форма и содержание литературного произведения Литература – это искусство слова, которое отражает окружающий нас мир в художественных образах. Художественный образ – это любое явление действительности, творчески воссозданное автором в произведении. Источником художественного образа является сама жизнь, но литературное произведение – это не фотографическое отражение жизни, а результат творческого осмысления ее писателем. Открывая книгу, мы прежде всего думаем, о чем она, ведь у каждого произведения своя тема. Тема – совокупность событий, о которой рассказывается в произведении и которая служит для постановки философских, социальных, этических и других проблем. Тема – это то, что стало предметом авторского интереса, осмысления и оценки. Например, темой капитанской дочки Пушкина является рассказ о крестьянском восстании под предводительством Пугачева. Читая произведение, мы пытаемся понять, что волновало автора, что он пытался нам объяснить, а это уже идея произведения. Идея – основная мысль произведения. Идея включает в себя интерпретацию и оценку авторам жизненных явлений, его взглядов на мир. Например, идея слова о полку Игреве – необходимость единства Руси в борьбе с кочевниками, прекращение междоусобных войн. Но как автору рассказать о событиях, чтобы произведение заинтересовало читателя? Нужно противоборство персонажей, столкновение сил. Это столкновение называется художественным конфликтом. И вот уже раскручивается сюжет произведения. Сюжет – система событий в художественном произведении. Строятся литературные сюжеты, как правило, по определенной схеме. То, что указано в начале схемы, еще не сюжет, события впереди. Эта часть произведения называется экспозицией. Это рассказ о месте, времени, действующих лицах, осложившейся к началу действия, обстановке. Исходный момент сюжета – начало действия – называется завязкой. За ней следует ряд эпизодов, связанных или не связанных между собой, то есть важных моментов, событий. Этот ряд эпизодов и составляет развитие действия. Высшая точка напряжения в развитии действия, вершина его – это кульминация. После нее действие стремительно движется к развязке, то есть к исходу, итогу всего сюжета. Иногда писатель рассказывает о дальнейшей судьбе героев. Эта часть произведения называется эпилогом. В художественном произведении могут присутствовать и авторские лирические вставки на темы, мало или совсем не связанные с главной темой произведения. Они позволяют автору высказать свое субъективное мнение по различным вопросам. Такие отклонения автора от основного хода действия называются лирическими отступлениями. Построение художественного произведения, расположение и взаимосвязь его частей, образов, эпизодов называется композицией. Центром литературного произведения всегда является человек. Действующих лиц в литературном произведении называют литературными героями. Образ героя включает в себя характер, портрет, поступки, речь, обстановку, в которой герой действует, взаимоотношения с другими персонажами. Следует различать автора произведения и образ автора в произведении. Автор произведения – реальное лицо с определенной судьбой, биографией, индивидуальными чертами, создатель художественного произведения. Образ автора не тождественен личности автора. Образ автора – это персонаж, действующее лицо произведения, в ряду других персонажей. Он обладает чертами лирического героя или героя-рассказчика. Может быть предельно сближен с биографическим автором или намеренно отдален от него. Например, можно говорить об образе автора в романе Пушкина «Евгений Онегин». Он не менее важен, чем образы других героев. Автор присутствует во всех сценах романа, комментирует их, дает свои пояснения, оценки. Он придает неповторимое своеобразие композиции и предстает перед читателем как автор-персонаж, автор-повествователь и автор-лирический герой, рассказывающий о себе, своих переживаниях, взглядах, жизни. Лирический герой – это образ поэта, лирическое я. Внутренний мир лирического героя раскрывается не через поступки и события, а через конкретное душевное состояние, через переживания определенной жизненной ситуации. Образ лирического героя не следует отождествлять с личностью поэта. Он создается поэтом так же, как художественный образ в других жанрах. Система образов – это совокупность художественных образов литературного произведения, связанных между собой и образующих целостность. Чтобы понять идею произведения, нужно проанализировать все уровни организации текста – композицию, образную систему, проблематику и т.д. Проблематика – это совокупность проблем, которые поднимаются в произведении. Проблема – это основной вопрос, выдвинутый темой произведения. В художественном произведении могут переплетаться разные проблемы. Так в комедии «Недоросль» фан Визина поднимаются проблемы воспитания, крепостного права и государственной власти. Проблематика бывает социальной, идейно-политической, философской, нравственной.